Да я знаю, что будет. Это не нужно ни мне, ни ему. В целом, в глубине, в душе, я не расист. Я хочу, чтобы он выиграл. Этот человек должен выиграть. А мне кажется, ты врёшь. Нет. Я не слежу за батл рэпом. Мне просто неинтересно. Короче, ты его вырубишь. Он несерьёзный для тебя. Правильно? Не знаю. Если смотреть то, что он раньше делал, то, наверное, нет. А ещё то, что он сейчас делает. Я не знаю, что он сейчас делает. Он по-любому вырос. Хуэту. Ну, если хуэту, то как бы человек посмотрит. Минус. Короче, Юрка, смотри, за тебя тут сидят, говорят, кто там говорит, что ты хуэту делаешь. Ты сам вообще скажи, во-первых, по поводу опека своего. Что считаешь? Мнение. Сука. В первую очередь считаю, что Отто лучший. Бабки выиграл. Респект. Мне занесли. За то, что ты обозначил тебя. Слушай, не знаю. Если честно, вот правда, в плане... Я не слежу за батл рэпом. Вообще не слежу, пацаны. Без обид. Ну, мне просто неинтересно. Знаешь, Лидий, кто вообще такой старый стиль? Вообще не его. Нет? Как ты готовился? Не знаю я его. Братан, ну... Постерье. Ты с чем-то? Не, ну, конечно, я что-то посмотрел, страничку ВКонтакте нашел, посмотрел, что человек там на баттлах чуть-чуть посмотрел, что он читал. Ты посмотри, ты готов... В целом, как бы составил какое-то просто общее мнение. И какое оно? Я бы не сказал, что это прям негативное какое-то мнение. Наверное, что я понятное. Да, то есть ничего, как бы, ни в плюс, ни в минус, ну, как бы, ок. Ознакомился, знаешь? Сомнительный, ну, окей. Я просто не хочу что-то плохое говорить, не хочу что-то хорошее говорить, хвалить или обсирать не в моем... Просто я смотрю, вот у тебя Кадык как бы дергается, ты готов Кадыком его как бы насыпать, наверное, агрессией или ты Кадыком как бы готов пощекотать его просто, вот такой есть? Вот кто этот, блядь, Рэпель, наверное, который постоянно влазит в поединке, нахуй. Нахуй такой, ну, короче, в целом, ну, ознакомился, что-то, какие-то выводы для себя сделал, какие-то, ну, какую-то почву для панчлайнов тех, кто бы подобрал, нашел, ну, ну, парень был. Ну, что-то у нас просто такой батл-стиль такой, как о том, техничности какой-то, что-либо. Да, да, я думаю, что это больше, но, да. Смотри, а ты готов к тому, что, вот смотри, вот батл-рэп был раньше вот таким, как, таким, немножко ортодоксальным, а ты готов к тому, что вот батл-рэп сейчас изменился, и вот за панчлайли можно ответить? Вот если он предъявит, ты ему предъявишь, блин, за что-то, а ему это не понравится, вот, как в персонале. Не, мы обсудили этот момент. Он тебе такой такой говорит, а что ты про мою женщину сказал, сказал? Нет, мы этот вопрос отсюда не как-то взяли. Ну, типа, я с уважением к этому отношусь, потому что, когда я начинал батлить, а я начинал батлить в Краснодаре, где ты батлишься не просто с мальчиками, там стоит какой-нибудь дядя, ну, там мне 17 лет, ему 25, а дядя, не из какого-то там, ну, блядь. Он, блядь, садыгею приехал, чувак, ему 25, а у него, блядь, борода, блядь, отсюда, блядь, и он опять от нахуй. И он тебе за любое слово въебет. Хорошо. А ты готов, что у него оба уха пробиты, и правое, и левое? Ну, больше не отчего, получается. Так что он целый, в целом он нормально. У него оба, и левое, и правое пробитые. Нормальная история. Это жестко, да? В общем, начиная с тем, что он будет там про девушку, что-то видите ли, про рост. Мы это обсудили, у нас такого не будет, ну, точно, как бы я уверен в этом. Он мне сказал, что так не будет, я тоже. Ну, про девушку, ладно, а про маму. А, вы обсудили табу. Ну, да, как бы был разговор. А у вас там у обоих прям табу есть? Или у кого-то? Ну, скорее всего, как получилось только у меня, но, наверное, у него тоже самое к этому отношению сейчас. Я думаю, что сейчас примерно такой же у него отношения. Если прям задуматься, то, ну, в последнее время, наверное, есть. Ну, не прикольно. Просто раньше как-то... Двадцать девять или двадцать восемь? Двадцать девять. Вот, невозможно, с возрастом, да? Это даже не то, что с возрастом. Когда тебе двадцать восемь, на маму тебе плевать, а в двадцать девять на маму уже не все равно. Подожди, стой, стой, протуха. Вот сейчас интересно то, что ты сказал, что раньше их, как бы, ну, у тебя не было, а потом появились. У меня наоборот, раньше не были, а потом они размылись. Что у тебя произошло? Ну, не знаю, как-то... Просто это какая-то, знаешь, типа, подростковая история. Я твою маму, я твою тёлку. Я могу, как бы, чисто для красного словца там где-то в треках я могу такое исполнять. Я понял. Ну, типа... То есть ты на самом деле не ебал, мать, не материя понятов, что ли? Нет. Слушай, а как ты Кратоса озвучивал тогда? Я не понимаю. Ну, Кратоса тяжело озвучивать. Более всего всё-таки. Ну, ладно. Ну, короче, у тебя в итоге моральная вот эта хуйня повысилась наоборот, да? То есть ты стал... Скажем так, я просто успокоился и я понял, что это не всегда нужно и не всегда уместно. Да, просто сейчас даже время такое, когда... Ну, это ты сам на себя, типа... Да, да, да. Просто это же самое лёгкое, что можно написать. Это же самое лёгкое. А если тебе вот такую хуйню зачитают и... Ну, как бы, блядь, ничего страшного. Ну, да, понятно. Ну, не в том смысле, что... Я это не воспринимаю лично на себя. Ебал быть не будет, короче. Не, ну, смотрите, Дарий проебал под 300 спартанцев. Вот это всё, Дарий проебал. Ну, по факту, исторически. У нас какой-то научно-исторический дискурс, или что? Как мне, смотрите, пацаны... Позовите Владик, отпускай сюда. Вы всех с разных регионов, там, да, России... Чё, вот как... В Белоруссии? Кто из Белоруссии? Я. Как добирались, как добрались? Нормально, вот вы, допустим... Ты, допустим, как с Иркутска доехал? Охуенно, просто на самолёте... На саммике? Да, просто банчи. И здесь уже у нас. Тебе-то вообще побыли куда-то. Что мне, я с Астраха никогда не помню. Естественно. Ты ж с Калуги. Да, я с Астраха никогда не помню. С Астраха. В смысле это не так? Румально, да. Я думал, это Влад не нравится. А у вас, вот я хочу спросить... Глупец. У вас завтра будет жесточайший разбор под ребра, по фактам, вот эти вот все... А у тебя что, баттла не будет интересного? Ты хочешь про нас? Ну я просто так... Я понял тебя. У меня другой стиль. У меня же такой трек 160-й стиль. У меня другой стиль. Эй, блядь, ты сначала скажи, что у тебя про чемпионата будет нахуй. Тогда уж. Тогда уж с даром это звать. Верфейта проиграет. Ну это как бы... Проиграет? Да, определенно. А сколько? 3-0? 30-0. 30-0? Да. Серьезная заявочка. Я думаю, Верфь не согласен с тобой. Бля, у вас же акапелла еще. А у вас, кстати, да, у вас еще акапелла. Два раунда акапелла. Два раунда, один акапелла. Да, да, да. Как вы акапелли вообще. Понимаешь? Он вот как Шварценеггер. Только он приехал, короче, красные очки наделал, да? В этой второй части. Но красные очки, они не идут Шварценеггеру. Вот он проявлялся. Красиво сказано. Вот смотрите, короче, пацаны. Вот почему ты с тех пор, как вот со мной, допустим, да, вот тогда на РБ батлил. Почему ты с тех пор не батлил? Тебя никто не приглашал или ты приглашали, но ты не хотел или что вообще? Ну, как вообще к тому пришел, что батлил сейчас? Почему я не батлил? Ну, я не знаю. Бля, мне не хотелось. Я потерял интерес, если честно. И спортивный интерес, и финансовый интерес, какой бы то ни был. Меня куда-то звали. Тот же он, кто меня приглашал. Но мы что-то, по-моему, не договорились. Братуф, у тебя такой грубый голос. Ты что-то, мне кажется, кого-то запихал в горло. Я заверю. У него прокраска, говля торчит. Как-то, блядь, не было на душе. Знаю, что теперь я хочу забатлить. Сейчас как-то, сейчас у меня новый менеджер появился, который меня пинает, иди, 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 иди. Да ты песклявый, как мы все. Говори нормально, да. Да. Сейчас у меня новый менеджер, который отвечает за мою карьеру, продвижение и все остальное. Она меня заставляет просто ебашить. Ну и чё, какие у вас ощущения перед вашим батлом? Там, блядь, мандраж, да, наверное, блядь, переживаете, да? Наверное, Отрик сильно волнуется. Волнуешься? Я в ужасе. В ужасе. Серёжа, какие-то трясутся мне. Не, давайте признаем честно, что каждый из нас в своё время ставил точку перед постом в своём сообщении. Отрик остался, что ли, до сих пор? Ну, в своё время было такое, что точка перед постом. Вот это Отрик задал этот тренд, нет? Твоя училка ставила ставить точки в начале, потому что ебалой с хачами, правильно? Хубинцем панчиком. Ура, я помню это всё, нахуй. Я на этом рос, но... Я вообще удивился, когда он мне смс-ки писать начал. С точкой? Он с точкой. Он мне такую же хуйню писал. Он хуярит точку, потом пишет. Я его, бля, спрашиваю, ты, дохуй, а серьёзно? Ну, типа, да, как бы вот так. Я ему хотел написать, блядь, братан, забудь свою училку уже. Почему именно старый? Я старый? Понял. Как вот, вот... Это я тебе должен рассказать. Ты захотел, ты не батл. Ты мне предложил, говоришь, вот есть такой, такой... Нет, посмотри, сколько ты не батл. Это хороший оппонент. Он хорошо читает рэп, хотя бы произносит, блядь, слова свои. А если ты хорошо произносишь? У него есть какой-то посыл, у него есть что-то. Не только просто, а, ебать, я вышел, сейчас что-то попишу, блядь, что-то расскажу. Он что-то несёт за собой, что-то хочет сказать именно от своего. Офигенно вообще, мне нравится пока. Это очень важно, я считаю. Панчи, не панчи, там, маму, не маму, ещё что-то. Нет, подожди... Хорошо батлить — это не только, блядь, уметь разобрать оппонента, это ещё и на себе что-то сказать. Если он технично, говоришь, он засовывает пенис в маму. Технично, говори, это важно или нет? Маму технично... Подожди, подожди, твой оппонент старый стиль, правильно? Да, да. И если он все свои 13 сантиметров погрузит в свою маму, это будет типа тебе всё равно? Бля, нахуй. Нож! Можно? Можно, пожалуйста. Тебе не закрадывалось каверзное мыслишко, что типа, ну если его задевает, то наоборот... Да, наоборот, спровоцировать его, а что же будет, если ты это сделаешь? Да зачем? Ну просто такой, ну сделаем контент, я спровоцирую, посмотрю, что будет. Да я знаю, что будет, ну типа, блядь. Начнётся какой-то... Ну начнётся конфликт, начнётся рамс, это не нужно ни мне, ни ему. Мы за этим... Ну мне за этим... Не было такой мысли, что раз будет, мы делаем контент, значит. Я ему в ебальник дам. Не было такой мысли. Мысли именно. Не-не-не, мы же не... А если бы ты был такой же большой? Что-нибудь оказалось? Какая-то, 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 какая-то штука. У меня нечем было задумываться подобно. У меня вопрос к обоим вам. Вы какой парфюм... Сейчас там опять что-то будет? Не, вы какой парфюм используете, пацаны? А то что вкусно пахнет. Вы парфюм используете? Нет, кстати, это не я понимаю. Нет? Это я просто... Не используете парфюм. Я пахну... Мужчиной. Это я просто... Мужчиной, да? Тестостероном, да? Но если кто-то скажет, что вы используете вот бабский... бабский парфюм. Похуй вообще. Грусно вам будет от этого, нет? Просто у подруги парфюм на фышкой свой охуенный. Вот. Вот это батл рэп, да. Что скажешь на хуй? С кайфом. Я парфюм чувствую. Женский. Я чувствую слабость. Женский? Да. Жесткий, мужской. Парфюм... От кого исходит этот запах? Не знаю. Пока от тебя исходит. Слабость? Приятный парфюм, да? Пацаны, можно еще один вопрос? Бля, когда он drill выбрал, я охуел. Насколько... Насколько твое творчество... Тебе не нравится drill? Насколько твое творчество по сантиметрам больше, чем у него? Я же не пишу под него, нахуй. Когда этот биток drill выпал, я сижу, думаю, ебать, а че делать нахуй? Бля, на самом деле под него можно выключить. Да, да, я такой... На хуй я... Че сделать? Я тоже тебе предложил drill. Вот он был эту идею, забрил. Как любой бы сделал, да? Сразу, ебать. Второе, пятое, десятое, потом нахуй. Я сделал по-своему, просто как бы найду свою раскладку и ебать. И похуй на эту... Чем будешь побеждать? Вайпом. Вайпом? Трушностью. Трушностью, вайпом, как бы... Тут трушность чему? В чем твое трушство, братуха? В чем трушность? Все, что я говорю, есть суть. Все, что я говорю, есть суть, да. И... Тебе нечего сказать... Нет, это из моих строчек. Тебе нечего сказать, ведь ты же нихуя не видел, да? И как бы... Вот что-то такое, трушность в том, что как бы... Я считаю, что я не пиздобол, что я говорю всегда правду, короче. И как бы стараюсь говорить по существу. И есть моменты, почему мои тексты такие сильные, я считаю, что они сильные. И в них что-то есть духовное, потому что я как раз-таки вот такой посыл унесу. И когда... Потому что ты прожил это? Да, я дохуя как бы что увидел просто. И, ну, не в сравнении там пиздец с кем-то, конечно, я по своим меркам сейчас воспринимаю. И когда, допустим, я отрекса слушал, там были какие-то такие посылы, ну, которые мне не близки. Вот за это как раз я буду подстегивать, да? То есть, закидывать эти закидухи. Что как бы, ну, мне это не близко. Нам больше-то о чем говорить, о том, что мы как бы, ну, разные жизни у нас. Понимание, восприятие там к музыке и так далее. С морщицу в окно там, да? Смотри, а смотри, а вот условно, смотри, женская писечка способна разрушить вот эту вот вашу стену вот эту между вами? Она способна разрушить или нет? РКВ, женщина какая-то стать между нами? Да, женская пися, вот она вот. Берем женскую пищу, ставим между вами. Она может разрушить или нет? У нее откуда она, как она стоит? На чем она стоит? Она на парковке стоит. На парковке, да. Где угодно она стоит. Как она вообще пахнет? Бля, ну это я уже не знаю. Смотри, там охуенные темы, ты все понимаешь. Я, блядь, смотри. Вот смотри, например, с кем хотели бы забатлить вы? Ну вот, кроме тех, кто у вас уже есть. Типа сейчас получается, чем богаты, тем и рады, да? А с кем бы вы мечтали, да? Кроме нас, блядь. Вы обсудили вообще, что у вас новый формат уже, да? Блядь. Мечтали, это же вообще такая все тема. Я вот один раз сказал, пускай хочу забатлить, когда меня спросили. И теперь все говорят. О, нихуя там у старого мечта забатлить. Сотто, ебайте. Сотто? Это же пиздец, нихуя старый только. Сотто. Вот-то лучше. Да, вот-то лучше. У меня один раз сказал, Сотто хочу забатлить. И все, пиздец везде. Старый там, Сотто. Это же нихуя, у него такая мечта. Так куда ему там дооты? То есть мне в целом вообще похуй. Я бы вот с Микси забатлил бы. Я бы забатлил бы, сейчас появился чувак очень интересный. Я выбираю просто интересных. Мастяк, да. Мастяк, допустим, нахуй сейчас есть. Который появился, и он охуительно делает. И мне это интересно. Мне интересно не так, чтобы я вышел там и пиздец. Вот я знаю, что я выиграю. Нет. Мастяк, я знаю, что, допустим, я вышел с ним. Это надо было бы нихуя постараться. Сколько бы, допустим, чтобы с ним забатлить. То есть как себя показать надо. Микси просто прикольный чувак, которого можно побатлить. типа там, и он смотрится вроде бы в паре, как бы. Вопрос, пацаны, извини, что перебью тебя, вы уже обсудили, да, что у вас смешанный формат? Ну, так, сквозь. Я вот сейчас перейду к вам, но сначала хочу у вас опять, раз мы затронули вашу тему, у вас был вариант забатлить тоже смешанную формату, у Отрикса и старого стиля. Отрис был согласен, мы раскроем немножко эту тему. Да, вообще легко, конечно. Отрис был согласен. Я там тоже раскрыл в тексте. Ты немножко, ну, отказался. Да, я множко отказался, я просто... Я сказал, это, кстати, вот было так, да, правильно? Я сказал, что я отказываюсь от этого, то есть я не готов к этому, не хочу я это, ну, видеть. Но если вы, как бы, предложите, то есть, да, в итоге, то я, как бы, ну, у меня не останется выбора, так сказать. И вот вы на встречу пошли, как бы, со своей стороны, и как бы сделали вот так. Все прошло так. Почему? Потому что у меня ни разу не было батла... Акапельного. Не Акапельного. Батла один на один на битах полноценного. И для меня это важно, типа, и интересно, если мы уже говорим о батлах. Поэтому, а вторая причина, соответственно, Акапелла сама по себе для меня не близка. И не хочется выйти на кубок в очередной раз в каком-то новом формате и, возможно, как-то не так себя показать. Хочется уже... Чувствовать дискомфорт. Да, чувствовать дискомфорт, типа, что я где-то могу... Хотя я, может быть, и выдал бы со своей подачи в Акапель. Может быть, я кому-то бы там из своих ребят, в смысле, обратился... Я лично был уверен, что ты это сможешь сделать. Вот, может быть, бы и сделал, но вот между-между ходить не хотелось. Хотелось быть более уверенным хотя бы в чем-то. И вот в трех битах, допустим, я точно уверен, что я на битах покажусь нормально. То есть я читать умею, вайп чувствую, заебись. Ты что скажешь по этому поводу? Ты готов был на раут Акапельный? Ну, типа, блин, я и Акапельно батлился, и под битей батлился. У меня нет никакой проблемы с этим. Ты, кстати, не проигрывал? А? Не проигрывал? Там сколько у меня? Два баттла. Один баттл был. Ну, пару баттлов под битей. С Псайм и Сектором. Ну, они это и мейн-эвенты все, условно, да. А Сектор кто-нибудь забыл? Сектор проиграл. Проиграл? А мне больше интересует, не знаю, я не знаю, там не была судьба. Короче, да, не, ну я был готов, конечно, и Акапельно сделать, и... Ну, просто тоже, блядь, по времени вопросик, успел бы я подготовиться к Акапельному раунду. То есть ты согласен с тем, что к Акапельному сложнее, да, готовиться, чем у битей? Конечно. По-моему, мы дольше с третьим битом решали, ну, почему мы к Акапелле выкапеляли. Не, ну, видишь, Акапелла — это другой формат выступления. Ну, вообще, в будущем ты рассматриваешь, чтобы выступить либо в смешанном, либо в Акапельном? Потому что, как я тебе говорил, что мне нравилось, что ты делаешь в Акапелле. Ну, типа, да, я бы попробовал и в смешанном, мне кажется, даже в смешанном поинтереснее, чем в Акапелле. Да, мне кажется, что это раскрывает МС немножко по-другому со всех сторон сразу, то есть именно внутри Батл Рэпа. Да, в смешанном формате вообще... Это вообще Акапельный формат, я считаю. Вот один раунд Акапелла, да... И самому просто интереснее готовиться ты раз под битей сделал немножко, потом ты надоел под битей. Лишь бы мне время было, чтобы готовить. Вот мое мнение, что вот это вот то, что вы придумали, вообще заебатое дерьмо. Ну, типа, один раунд там Акапельна, два подразделения. Разнообразие, ну, просто, да. И сейчас, конечно, изначально мы говорили, что один из раундов может быть автотюн, я такой тоже уголь, ну, блядь, заебись, ладно. Потом мы такие, ну, типа, нет. И я такой в итоге, типа, один из этих раундов, ну, который не по лут-клубе, только, короче, так воспринимал для себя, как будто бы это было под автотюн. Да, да, я согласен. Там напевал, напеваю, напевать. Да, 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 у меня тоже такая хуйня. А можно, слышишь, а можно нам включить это? Или уже это не по камеру? Я хочу, чтобы Шелла сказал по поводу вот этого. Чисто просто эту хуйню втачу новую включить, чтобы эффектно бы был. Знаешь, вот, видите, вот какой вопрос. На второй раунд. Один вопрос можно? Ты уже баттл и акапельно, и BPM. Ну, вот в итоге. А сейчас смешанный формат. Куда проще в итоге готовиться? Вот ты сейчас испытал и то, и то, а сейчас смешанный. Куда проще готовиться? Что тебе было проще писать? Проще что-то по отдельности делать. А вместе когда это, это сложнее. Ну, при этом интересней. Раскрывать, да? Нет, конечно, интересней. А ты что решал? Сто процентов, блядь, миллиард процентов под BPM готовиться. Это, ну, реально, ну, можно, блядь, за вечер пять раундов я могу написать под BPM. На акапеллу реально надо стараться, надо что-то из себя выдумывать. Я там пишу панч, думаю, он недостаточно хороший для акапеллы, выбрасываю его просто. Хотя взял бы под биты, да? Под биты, он под биты, да. Под биты вообще нормально это все заходит. И под биты намного проще реально готовиться, чем к капелле. Подождите, извините, вот сейчас, чтобы, вот вы, кто под биты только выступает, как вы относитесь к тому, что вот акапеллщики считают, то, что не подходит под акапеллу, при этом может подойти под биты. Как будто послабление небольшое, знаете, для битов. В панче можно, ну, там, какое-то упрощение. Так оно так и есть, по-любому. То есть на биты легче писать тебе, какой-то проще может быть. Да, конечно, там мысль короче у тебя, и как бы Бахра выдал быстренько и дальше пошел, можешь переключиться, а здесь в акапелле тебе надо, пиздец, как долго развить, и чтобы прийти к какому-то панчлайну, там, я так думаю. А на битах, мне кажется, проще, да? Нет, я не согласен, если панчлайн сам по себе, ну, хуёвый, то его лучше не вставлять никуда, в принципе. Да-то он хуёвый в любом случае, блядь. Давайте честно, у тебя, вот, это твой сын, как бы, он нормально. Рифмовеса здесь нет. Нет, он один здесь, ему сложнее. Да? Да, это твой ребенок, нахуй, ему нормально, нахуй, он как бы продвинется. Ребенок, это твой ребенок, нахуй. Это мой братишка, мать. Почему у тебя родился Бенджамин Баттл? Это твой ребенок, нахуй. Это твой сперматозоид пролез на кубок МС. А у него нет, бля, у него... Ты же Шалу просил, как бы. Да, ответить ему нет. Нет, смог, ты... У него сперматозоид пролез на БЧП максимумно. Нет, нет, Шалу должен был, как бы, да, наваливай. Нет, ну, Баш, ты вообще какую-то полную хуйню несешь. Да, ну давай обоснуй, да. Потому что, ну, типа, я не знаю, блядь, но откуда люди берут такое, такое, то, что... Откуда? Из-за того, что мы оба азиаты, хотя мы, блядь, вообще разных там наций, но мы просто вообще никак не пересеч... никаких пересечений нет. А ты откуда, вот, национально? Я из Бурятии. Мы с Витей, мы с Витей Псавел... Да? Да. А ты чё, с Волку не шаришь вообще за это, и ты его подстроен? Вообще не шарят, блядь, но они могут... Нет, ну это хуйня. Не ромбалыду было, нет? Нет, конечно, спиздили. Вот рифмобес там... Я то самое, что Шалу хотел сказать. Так. Мы просто две светлые чистые силы. Да, тем более, вот у вас, допустим, с рифмобесом есть какая-то общее даже... Ну, типа, коннект какой-то имелся на БЧБ, там не БЧБ, а у нас хлы вообще нихуя не было. Ну просто, типа, я заявку опоздал, они меня взяли, всё, блядь. Это всё просто, чтобы были мемы ради мемов просто. Нет, я к тебе хорошо отношусь, но, типа, никаких... Ладно, блядь, всё нормально. Нет, я согласен, за 18 лет сперманозодь не может так развиться, чтобы прям сын. Но, блядь, но остальное, это жёстко. Я ебал, не ебал. Ладно, про постов понятно. У них были и подбитые батлы, и акапельные. А вот Верч и Смок у вас не было... Ну, у тебя было небольшое, но в целом у вас было... Ну, не было акапельных батлов. Я батлел давно об акапеле. Да, батлел? Да. Ну, не так серьёзно, да, так скажем? Серьёзно? Не на большую публику, где тебе какая-то ответственность. На большую публику не подходит, да. Но не подходит. Вот сейчас акапельный раунд для вас добавил ответственности или, наоборот, он как-то раскрыл вас, ну, новый какой-то потенциал он-то дал? Мне понравилось, я готов. Мне, наоборот, даже лучше было акапеле, чем на BPM. BPM, ну что? Одно и то же, да? Ты тебе интереснее было готовиться? Конечно. Ну, типа Сэндрив Побеса. Ну, все им угодили, что он Сэндрив Побеса. Это понятно. И, надеюсь, не ДП. Ошибка. Очень много. У меня все раунды про это. Бля, но он же пизжа отца. Нет. Да, да, да. Нет. Бля, ну почему? Ну, то, что Риф Побес не додумался бэдгай перепеть, но это печально. Да, Верш намного пизжа этих надпись. Бля, 30 лямов нах. Ладно, Верш, ты что скажешь по акапельному батлу? Ну, по акапельному раунд. Я акапельный раунд за вечер один нахуячил. А, наоборот, для тебя это проще было, чем на BPM? Проще было написать, да. Но сложнее запомнить. Бля, как ты считаешь? Я до сих пор не уверен в том, что я его идеально помню. Но я его за вечер просто спокойно... Честно, я хочу, чтобы он выиграл. Я хочу, чтобы он выиграл. Этот человек должен выиграть. Если он не выиграет, я зачаруюсь в баттлах, в принципе. А как ты считаешь, что вообще твой акапельный раунд сильный, если стану не выручать с баттлами? Да, говно его мне в раунд. Хотя бы... Не хотя бы... От подачи много будет зависеть. Если правильно подам, то хороший. Ну, то есть говно. Ну, понимаете. Просто я тоже отгодная... Блин, на самом деле... Ну, ты жестко сказал. Классно сейчас вот сказал. Тебе понравился выбор? Тебе нравится твой акапельный раунд? Мой акапельный раунд? Да. А тебе? Нравится твой акапельный раунд? А мне кажется, ты врешь. Нет. Смотри в глаза. У меня очки твои не нравятся. Они какие-то конченные. Знаешь, как Шварценеггер наделал? В втором терминале. Они колючие. Мне кажется, просто так. Да. Ладно, пацаны, давайте, чтобы подкорректировать это. Просто скажите. Плюсы и минусы вообще смешанного формата? Нет минусов. Плюсы. Только плюсы. Я считаю охуенно этим. Ну, какие плюсы? Какие плюсы? Скажи. Это круто. Разнообразие. Так и так. Я хочу, чтобы он выиграл. Честно. Вот я ставлю на то, что он выиграет. Я хочу, чтобы он выиграл. Если он не выиграет, он лох. Вот реально. Что значит, если он не выиграет, он лох? Это значит, что изначально тебе какую-то слабую позицию ставит? Да. Где ты изначально слаб же его? Ты считаешь, что он сильнее тебя изначально? Нет. Просто я считаю, что если он не подготовится настолько, насколько он заряжен в силу своей молодости. Я заряжен в силу своей молодости и прочего говна, то он проиграл. Ты завтра победишь? Да. Ты завтра победишь? Нет. Точно так. Как Сотникову проиграю. То есть ты видишь что ли? Ага. Я хочу сказать то, что это реально пиздатый формат, потому что ну акапелла, честно, блять, тяжело дается. Даже мне. Я вот честно, я фанаток. Да. Не, ну просто я реально говорю. Я говорю то, что пацаны типа вот, допустим, Старый, Верч, Смоук, они изначально с BPM начинали. Я изначально с акапеллы начинал. Даже мне, любителю акапеллы, ну тяжело иногда, блять, смотреть полностью акапельный батл. А вот этот формат вот именно дает такую выжимку, выжимку из одного раунда, вот там, который идет недолго. По 15 минут. Именно. И это самое хуяное в акапеле, я считаю, надо чуть упрощать, укрощать этот формат, иначе это будет мой пиздец реально, блять. Ну я даже, даже есть хорошие какие-то раунды, но я устаю, блять, это слушать. У меня нет объективного аргумента сказать, что он мне не нравится, но мне не очень нравится этот формат. Так. Но, блять, как бы он хороший. У меня не сформированное мнение, да. Ну короче, если ты за треписью сосешь в акапелле, то все плохо. Если ты доминируешь, то все плохо. Короче, братан, шмарани его как-нибудь нахуй. Да. Заебалу же, блять. Убей меня, нахуй. Убей! Сынок. Целочка. Вот, вот. Целочка. Вот, 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 а Сигму не умер. Не учился. Ну вот это вот то, что я хочу, надо. Я хочу, чтобы ты выиграл. Если ты завтра не справишься, не справится никто. Вся ваша бачепешная шобра, блять, не справится. Если ты завтра не справишься, вся бачепешная шобра не справится. Я знаю, что думаешь, Алла, как это работать? Вот ты, допустим, очень долго батлал в акапелле, но для них, для BPM-щиков, они не делали этого, и для них это как-то новое. Наоборот, свежие эти. Да, свежие, они просто такие, вау, просто начали накидывать сколько угодно, так же, как ты на биты начал накидывать, так же, и они накидывают просто на акапеллу, бесконечно, блин, я хочу это сказать, это, все, что не хватало до этого, они сейчас выскажут наконец-то, мы для этого, этот формаж для вас сделали, чтобы вы, ну, могли сказать все, что вам не хватало до этого. Как бы он тебе дома этого не говорил, да? Не, честно, вот, бедские. Не, это самое горло, что ты сегодня связывала. Есть пизду лизать-то зашпар? Ну, так себе, как бы, история. Да или нет, зашпар или нет? Сомнительно, но окей. Я скажу, если ты мне завтра проиграешь, то все, я разочарован в Баклайке. У меня уж тогда все, никто со 140. Я тебе скажу, я тебе скажу больше, если я тебе завтра поиграю, то я разочарован в Батлрэпе. Не, не, если ты мне завтра проиграешь, то это зашпарно. Не, если ты мне завтра не выиграешь, то все. Да, хорошо. Комплиментарный трэш-ток. Вот это уважение, да? Комплиментарный трэш-ток. Вот это уважение, да? Сай, Шала, что? Вопрос напомню. Подождите, это завтра битва за лучшего батлрэпера Бурятия? Ну... Ну чё, пизда-то то, что такой батл вообще получился. И то, что реально мы земляки, я думаю, завтра обыграем эту тему, что у меня есть это в тексте и у него. И я думаю, пацаны мне тоже писали из... Нет. Мне никто никогда не писал текст. Я всегда всё сам пишу. И даже ни с кем не делюсь, ни разу ни с кем не делился текстом. И, короче, пацаны из Бурятия мне писали, типа, вот, давайте разъебите, короче. Ну, я чувствую поддержку своих земляков. И охуенно-то уж такой батл получился. Ну, и я в себе уверен. Витя, наверное, тоже нормально подготовился. И всё. Ну, бля, второй раунд на BPM у нас... Ну, там, бля, калитка будет. Ну, там вообще безоговорочно. Витя, а чё скажешь? На Витце закончим. Не хотелось бы, конечно, в эту калитку завтра выйти, вот, которую Шала приготовил. А так вообще тоже при... Припас... Прибауточек. Сюрпизиков. Всяких там чистушечек. Эм... Всё. Ну, шутейчик. Братан, сорянба, сорянба. Я, как бы, так-то, по сути, ты знаешь меня. В целом, в глубине души, я не расист. Но, блядь... Не расист. Не расист. Не расист. Не расист. Да. Но, блядь, я чё-нибудь такое завтра ебанул. Ты уж быть готов. Я? Да? Для меня можно отрабатывать. Ну, ты, как старший, блядь, его... Должен понимать нахуй это. Всё, пацаны. Никакaram. К decimalамût. Редактор субтитров А.Захарова НCRI11-9 КОЛОГО. МРИБН. Субтитры Субтитры Сталим big press-ла